Намаскар, Харе Кришна, welcome back to this broadcast of Chaitanya Academy, and this week we'll begin to discuss Bhagavad Gita, chapter 11. Харе Кришна, приветствуем вас в эфире Chaitanya Academy. Сегодня мы начнем обсуждать 11 главу Bhagavad Gita. Субтитры создавал DimaTorzok 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 So today we want to discuss chapter 11 of Bhagavad Gita. In chapter 10, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что интересно, что Кришна выглядит нараватом У него человекоподобный облик, две руки, две ноги, два глаза Обычно способности смертных ограничены, не ограничиваются собственной формой И поэтому кто-то может пройти к подобному выводу ограниченности по отношению к Кришне И это будет мохой, заблуждением А вот Арджуна и говорит, что сейчас пришел конец моей иллюзии, заблуждениям Благодаря тому, что я выслушал твои слова, которые ты сказал движимой милостью Ты сказал по своей милости Поделился этим тайным знанием со мной То есть вот этим самым сокровенным Адьятма-сангитам Пertaining to how these vibhutis, which are manifest throughout the universe, are all residing in Paramatma Благодаря тому, что ты мне разъяснил, что все твои вот эти великолепия, vibhuti, присутствующие во Вселенной Они пребывают в Paramatma И Paramatma, вот этот высший секрет заключается не по поводу Вселенной или Paramatma А по пониманию того, что Paramatma и Вселенная отличны от самого Багавана Шри Кришны Что это отдельная категория Сейчас Арджуна смотрит на Кришну, который стоит перед ним И он преисполнен такой дружеской радости Арджуна растроган, он чувствует такие теплые чувства дружбы Он говорит, вот мой лучший друг, он источник и Paramatma, Вишну, Махавишну, всех форм Но сам мой друг, он не похож на Махавишну И я даже не видел форму Махавишну Он мне никогда не показывал свою форму То есть Арджуна так разомлела до дружеских чувств Ему захотелось, чтобы его лучший друг показал ему свою удивительную форму И тот показал ему свою другую форму Поэтому он называет Камалапатракша Кришну Матусаокий, твои глаза подобны лепесткам лотоса У них красивая форма, такие неизящные, огромные И покрасневшие в уголках Вот эти глаза, они приукрашены твоей любовью к твоим предным Что придает красоту твоим глазам, это любовь Которую ты испытываешь к своим бхактам О Лотосаокий, много раз я слышал от тебя о творении и разрушении материальной вселенной и живых существ И слышал от тебя, как ты являешься источником всех этих процессов Я слышал от тебя о том, что ты всегда являешься, что все эти процессы не затрагивают тебя, никак ты вне своих же законов Потому что в 9 главе Кришна сказал, объяснил, что он сам не затронут процессом Что все живые существа во мне, но я не в них То, что он не попадает под влияние этого всего That's the significance of the word Avyayam in this verse Значение слова Avyayam So then, verse 3, Arjun is saying О Верховная Личность, все, что ты поведал мне, я принимаю безоговорочно Как истину О Парамешвара, Supreme Controller, Supreme Lord, I desire to see That's powerful form of yours Парамешвара, Верховный контролирующий, я жажду зреть ту форму твою That means your Aishwarya feature, because the form standing before Arjun is a sweet human-like form Так, как Arjun видит перед собой Нарават форму Кришны, человекоподобную сладкую форму Но он хоть жаждет увидеть могущественную Aishwarya форму Кришны Он обращается к Кришне как к Пурушотаме, Верховным Lord То есть едва не то, что если ты Верховный Господь, ты наверняка же знаешь это желание моего сердца Что мне любопытно узреть твою Aishwarya форму И так как ты Парамешвара, Верховный Ишвара, контролирующий, способный, то наверняка ты можешь исполнить это желание Потому что ты полностью независим Кто-то может призадуматься, если Арджуна в всякой расе с Кришной И с вот этим обликом земным Кришны, Нарават То почему ему хочется увидеть Aishwarya форму Кришны So, the answer is this That just as a person who is very fond of eating sweets Sometimes they also like to eat some karela Or some sukta, some neem leaves Or some bitter pickle So, in the same way, even though Arjuna is related to Krishna in a sweet form And he prefers to relish that But sometimes he can think, oh, what is the bitter form like? То есть почему? Потому что даже самый заядлый и сладкоежка иногда любит скушать что-нибудь остренькое Там карелу или какой-то острый перчик, приправу То есть, да, Аджуна, он в всякой расе Это его отношение с Амбандой, с Кришной, в всякой расе, с Нарават формой Потому что сейчас стало любопытно, захотелось испытать что-то такое пикантное Aishwarya форму Можно также продолжить эту цепочку вопросов и спросить, а почему именно сейчас это желание возникло? It never came before Arjuna didn't on other days just wake up and think, oh, Krishna, show me your bitter form Но раньше ему не хотелось, там не было такого, чтобы Арджуна проснулся утром и думает, вот хочется увидеть там Аishwarya форму Кришны So by this verse, the dvani, the implication of this verse, Arjuna is saying I naturally relish your sweetness And I am experiencing your sweetness But now It is you who desire To assume a sharp taste И вот dvani этого стиха Скрытый смысл, что Арджуна говорит, мне нравится Ты мне нравишься такое, как ты есть Вот эта сладкая форма Но сейчас тебе хочется принять вот такой пикантный образ Вот этот проявить острый вкус So because you desire to assume a sharp taste Therefore now that is manifest in me as the desire to experience your majesty and your powers Сейчас тебе, Кришна, хочется включить этот острый вкус И поэтому я как твой преданный У меня сейчас появляется желание испытать тебя в этой ипостаси Therefore It is the will of Krishna Who wants to instruct the whole world through Arjuna About his tattva Which is causing Krishna to want to show this form And Arjuna, whose heart is one with Krishna's heart His desire has now come I want to see that form То есть Arjuna близок с Кришной Он чувствует порывы сердца Кришны Сейчас Кришна задействует Арджуну как инструмент Вот в этом диалоге Это показательное выступление для всего мира Для прошлого, настоящего, будущего Он хочет преподнести определенный урок И явить вот этот свой облик Айшвари И Арджуна просто откликается, чувствует это желание Кришны Арджуна и просит его показать эту форму So Krishna wants to show his power To prove his powers to the world And then show that superior to the universal form Is his forearm form And superior to that is his two-armed form That is the original form Сейчас Кришна хочет явить свою мощь всей Вселенной А потом дать всем понять, что Его четырехрукая форма Чатурбуч более могущественна, чем его Вселенская форма А двухрукая Нарават форма Еще могущественнее, чем четырехрукая форма Потому что если Кришна сейчас это не явит То большинство все поймут истоверкана Потому что если Кришна сейчас это не явит Потому что это counterintuitive Мы generally think, что тот, который большой У нас есть большая мощность И тот, который маленький У нас есть меньший мощность Но здесь мы имеем ситуацию Где Кришна's human-sized body У нас есть большая мощность И этот universal форма Мы обусловлены нашим опытом Нашим восприятием Поэтому для нас это противоестественно Что что-то меньшее может обладать большей силой Он как же чем свирепее, чем могущественнее, тем сильнее А Кришна хочет дать понять, что нет наоборот Его Мадурья форма Его Нарават сладкая форма Это самая могущественная проявление Бхагавана И гораздо мощнее чем Айшвария форма В четвертом стихе Арджуна говорит О господин, если ты считаешь, что я достоин того, чтобы узреть эту форму То пожалуйста, яви мне эту свою удивительную форму Йогешвара Арджуна обращается к Кришне как к Ягешваре И почему он называет его Ягешвара и властелина всех мистических сил? То есть говорит, ну если вдруг я не достоин того, чтобы узреть эту форму То надели меня квалификацией, чтобы я мог ее увидеть So now Си Кришна will reply to Арджуна Сейчас Кришна ответит Арджуне Си Бхагавану Вача Пасяме Парта Рупани Шатасота Сахасрасаха Нанавидани Дипьяни Нанавана Критти Нича Си Бхагаван said О Парта, О Сон of Prita Пася Си Мои hundreds and thousands of wonderful forms Господь ответил О Сон Приты Узри Созерцаемые сотни тысячи удивительных форм Нанавидани Дипьяни Эти формы имеют разные цвета и разные формы So now Кришна will reply to Арджуна In this verse and three more verses Кришна отвечает Арджуне Этим стихом и еще несколькими стихами And he's saying Пася И говорит Смотри Пася That means See my own form As the totality of all the devatas То есть Смотри, как моя форма является тотальностью всех девок I am the Sahasasirshapurush That supreme form of Vishnu With thousands and thousands of heads Я, Sahasasirshapurush Я, та форма Vishnu С тысячами-тысячами голов I am the Antaryami The indwelling Paramatma In all the hearts of all living beings And all atoms Я, Paramatma В сердцах всех живых существ В каждом атоме So in this verse And in the next verses Кришна will say again and again Пася Пася means Look Кришна будет повторять это слово Смотри, смотри Пася, пася So this is an imperative When Krishna The supreme lord Says See He's actually empowering Arjuna He's giving him the qualification See And then Arjuna will be able to see it То есть вот это побудительное Смотри Кришна То есть с этим словом Он даёт силу Arjuna Увидеть то, что он является ему See Krishna said Пася 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 Дитян Vasun Rudran The two Ashvinis And Amaruts All these various categories Of celestial beings And demigods То есть угляди вот эти Ходите Васу Rudr Ashvin And demigods And demigods The adrishtapurvani Many Things which have never been seen before Взгляни на вот эти чудеса Которые прежде Невидимо никому были А теперь угляди В одной части моего тела Всю вселенную Со всеми движущимися И неподвижными живыми существами О, conqueror of sleep Good Akesha That means Arjuna And see Whatever else You desire to see О, победивший сон Good Akesha Ты можешь увидеть Все, что тебе хочется То есть обычно Обычно вот это В иллюстрациях К этой сцене И увидишь Что Кришна За ним Вот эта огромная Вселенская форма Но на самом деле Кришна Говорит Аржуне Смотри на мое тело То есть Аржуна Смотрит на самого Кришну И в частях его тела Он видит вот эти Проявления Всех этих Различных ипостасей Как мама Ишода Заглянул в рот Кришны Увидела все вселенные То есть все Внутри Кришны Все в нем То есть Кришна говорит Гляди и вот смотри На меня Ты сейчас увидишь Все Даже все движущие Неподвижные Живые существа Потому что Если бы тебе даже пришлось Странствовать По всем вселенным Ты бы не смог Все это увидеть Все то Что ты сейчас можешь увидеть Присутствующее во мне То есть сейчас По своей милости Я являю тебе все Вот в одном месте В части моего тела Ты можешь углядеть Все Все что есть Ты сейчас можешь увидеть Все И сразу Ты можешь увидеть То что тебе хотелось Все твои желания Могут быть сейчас исполнены Because it's not just a question Of seeing A snapshot Of the whole universe At once Right now But Кришна Is going to show him Also The future То есть не только Он ему показывает Картинку Как фотографию Снимок Всей вселенной А Кришна Готов показать Арджуне будущее Потому что Show him that And answer all those Questions also И Кришна знает Что Арджуне Любопытно Что его терзают Вот эти мысли Вопрос И он готов сейчас Явить ему Будущее Now Text 8 Восьмой стих But you will not be able to see This With your own eyes Кришна говорит Арджуне Ты не сможешь увидеть Все это своими глазами That means with the eyes That you have right now Твоими нынешними глазами Ты это не узреешь So Девьянда дамите Чакшу I will give you The Девья чакшу Девья eyes Поэтому я дам тебе Божественные глаза So what does that mean? Что значит Божественные глаза? Пасимей йога май шрам Now see my Mystical opulences То есть Созерцай мою Мистическую силу So The idea is this The common people think That Арджуна Has material eyes And he's looking at Кришна Who is In Sattvogun But now Кришна is going to show His divine Spiritual opulences And so he's giving The divya чакшу Transcendental eyes To Арджуна Неследующие люди Трактуют Этот стих Как то что Арджуна Своими материальными Глазами Смотрит на форму Кришны Которая является Продуктом Саттвагуна А сейчас Кришна Явит ему Божественную форму И для этого Нужно Божественное видение But This is An inverted conception Вот опять-таки Искаженное Понимание Сит Кришна Has said In Bhagavad Gita Naham Prakashasarvasya Yoga Maya Samavrita I am not visible To everyone Кришна сам Сказал В Bhagavad Gita Я не видим Все Those who have Material eyes Don't actually See Krishna They see The material Covering Материалисты Те кто обладает Материальным зрением Они не могут Видеть Кришну Они только видят Внешнюю оболочку Материальную Sarpakanchukavat Maya Rachita Tanu That means A body made by Maya Just as The skin of a snake Covers a snake So Krishna Is covered by A skin of Maya And that is What the materialist Eyes see They don't see His divine Transcendental form Sarpakanchukavat То есть Это концепция Змеиной кожи Как у змеи кожи Которую она может Сбросить Вот Maya Создает Такую внешнюю Оболочку Которая накладывается На Сачитананда Виграху Кришны Вот это Видимо Материалист Который Присутствует Когда он является Приманджанат Чарита Бхакти Вилло Чанена Арджуна's eyes Are smeared With the Salve Of love So he can Always see Krishna's Transcendental Свару Вишудасатва Зрение Зрение Арджуны Трансцендент Его взор Он Умощен Чувствами Примы Кришны Поэтому Он всегда Видит Трансцендентную Виграху Кришны So Here Кришна Is saying To You cannot See me This form With a thousand Heads And shining Like a thousand Suns With your Eyes Which are Accustomed To Relishing My Sweetness Вдвании Вот этого Восьмого стиха Что Кришна Говорит Арджуне Что ты Не увидишь Мою Вот эту Айшвар Форму Вот эти Удивительные Формы Которые Блестят Ярче Солнце Своими Обычными Глазами Которыми Ты привык Созерцать Мою Сладкую Нароват Форму So Therefore I'm gonna Give you Дивья Чакшу So Дивья Чакшу Means Celestial Eyes Like Eyes Like A demigod Дам тебе Глаза Как У девок So An Example Is given That If a Person Is going To go Into A stream To take A bath Before They go Into The swiftly Moving Stream They Smear Oil On Their Body То есть Пример Дается Следующее Обычно Если Человек Хочет Зайти Быстро Текущую Реку Чтобы Принять Омовение Омовение Сначала Он Сделает Масляный Массаж Умощает Тело Маслом So Before You Enter Into This Swiftly Moving Stream Of My Virat Group I Will Smear The Oil On Your Eyes That Means I Will Bestow Upon You The Devyachakshu That Is Devata's Eyes Celestial Eyes Now What is Very Peculiar Here Is That Krishna Said Give You Celestial Eyes But When We Perceive Anything The Eye Is The Instrument But The Perception Goes On In The Mind Что Интересно Krishna Gaut Я Дам Тебе Devyachakshu Но Глаза Это Лишь Инструмент Восприятия Потому Что Воспринимаем Мы Все Все Таки Умом The Mind Is The King Of All The Senses Потому Что Ум Это Царь Чувств Manah Shastanindriyani So A Devata Would Have Devata's Eyes And Devata's Mind But Here Krishna Says I Will Give You Devyachakshu Means I Will Give You The Devata's Eyes But I Won't Give You The Devata's Mind So What is The Evidence For That When Krishna Will Show His Viratrupa To Arjuna Then Arjuna Will Become Afraid And For Him It's Not Pleasant And Pramana To Arjuna Will Shok When He Veratrupa Krishna Because For Him It's It's Not Pug So Krishna Gives Devyachakshu He Gives Him The Celestial Eyes To See It But If He Had Given Him The Devyamanas The Celestial Mind Then Arjuna Would Have Oh How Wonderful And He Would Have Liked It Very Much If He Had Devyamanas Then Devyamanas Then He Would Have Taken Pleasure In The Form But Actually He Was Repelled By It So Arjuna So He Would This Vira Trupa Because If He Had Hum Devy To He Would Have Would In In So He Would In So Now Arjuna Has Spoken Krishna Has Replied And Now Sanjay Who Is Narrating What Happened On The Battlefield To Dhritharashtra The Bhagavad Gita Is The Conversation Within That Conversation Sanjay And Dhritharashtra Now Sanjay Will Describe What Happened Next То Мы Услышали Разговор Диалог Krishna Arjuna А Сейчас Sanjay Скажет Что Потому Что Диалог Krishna Arjuna Происходит Внутри Контекста Диалога Между Sanjay И Dhritharashtray Sanjay Рассказывает Dhritharashtray Что Происходит На Kurukshetre Sanjay Uvacha Eivamuk Tvata Geshwarohari Darsayam Asha Prataya Parthaya Paramam Rupam Aishwaram Sanjay Said O King Dhritharashtra He's Addressing Having Spoken Thus Krishna The Master Of Mystic Yoga Showed To Arjuna His Supremely Opulent Powerful Form Sanjay Сказал O Царь Сказав Эти Слова Krishna Ебил Свою Могущественную Форму Arjuna Возникает вопрос В чем актуальность Для нас Эта Вишвару Форма И Значимость Ее И В Контексте Всей Бхагавад Гиты Because We can See In Bhaktira Samrita Sindhu Of Sill Rupa Goswami There Is A Description Of The Devotees Who Are In Shantarasa That Is The Mood Of Passive Adoration So For Those Bhaktas Shantarasa Bhaktas Then The Udipana The Things That Stimulates Their Mood Include Hearing The Upanishads The Philosophy Of Upanishads Что Что Является Udipana Стимулирующим Настроение Shantabak Например Повествование Из Puran That Inspires Their Mood Это Радует Их Это Вдохновляет Их Another Udipana Is Living In A Solitary Place If They See A Vast Wilderness And There No People There Then That Inspires Their Mood Что Еще Udipana Glush Где Никого Нет Потому Что Это Возможность Уединения Для Bhajana Для них Вот Они Радуются Когда Они Видят Такие Места If They See Some Blishes With Long Beards Or Ghyana Mishra Bhaktas Then This Also Stimulates Their Mood And Also Visualizing The Vishwarup This Also Stimulates Their Mood И Тоже Вот Их Размышление Про Vishwarup Это Тоже Является Udipana Для Их Настроение So Our Aspiration For Sure Is Not To Enter Into Shantarasa No But Our Our objective Is Madhurya Rasa Romantic Relation Towards Radha Krishna Naja 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 Celle Это Madhurya Rasa Romantic Rasa 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 How Is This Relavent To Gaudiya Vashna Rasa So Ingridient Ingridient Of The Lower Rasa Are Present In Higher Rasa Rasa When one Devils Or Understands Realizes That Vashudыч Vashudema Savammiti Krishna Is Everywhere Krishna Is Everything Then He Fully Surrender So How Is Rasa 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 So How Is That Krishna Is Everywhere Каким образом Кришна повсюду? Послушайте внимательно это объяснение. В Чандоге Упанишаде есть очень инструктивная история. Однажды жил мальчик Брахман, Света Кету. Отец сказал ему, что ты должен жить как Брахмачари. В нашей семье, в нашей родословной нет притворных Брахманов формальных. У нас все изучали шастру очень внимательно и осознали Брахман. Поэтому они воистину все наши предки Брахманы. И тогда Света Кету покинул отчий дом. И когда ему было 12 лет, отправился жить в Гуру Кули, в ашраме своего гуру. И там он прожил 12 лет. И вернулся домой уже в возрасте 24. Но за эти 12 лет он стал очень надменным и горделивым. Он стал тщеславным, он считал себя очень умным, образованным. Отец увидев вот эти новоявленные нехорошие качества сына, он сказал, тут и стал таким гордецом. Скажи мне, дорогой, ты просил своего учителя поведать тебе знания, благодаря которому неслышимое становится слышимым? Что неслыханное становится слышимым. То, что немыслимо, становится приемлемым, то есть осмысленным. То знание, посредством которого то, что непонятно, становится очевидным. So then, Света Кету сказал, oh, no, I did not learn this. What is the nature of that teaching? Света Кету сказал, нет, такого мы не проходили. Расскажи мне, что это за знание? So then, his father, Аруни, he said, oh, my darling boy, just as by understanding one cloud of earth or clay, everything made of clay can be understood. Отец, которого звали Аруни, сказал, сынок, подобно тому, как осмыслив горстку глины, ты можешь понять все, что сделано из глины. То есть, если ты поймешь суть горстки глины, ты поймешь автоматически все чашки, плошки и кувшинчики сделаны из этой глины, потому что это просто вербальные разные наименования одной и той же субстанции. То есть, мы называем все эти предметы разными названиями, этот кувшин, эта тарелка, эта чашка, эта плошка, но по факту это все производные глины. О, мой дорогой, поняв золото, ты сможешь понять все изделия, сделанные из него. The earring, the necklace, the ring, the bangles, they're all known, and there is just a verbal distinction, a name. In reality, there's just gold. Это как золотые цепочки, серьги, браслеты, кольца, это все производное золото. И поняв золото, субстанцию золота, ты поймешь все это. Then he said, oh dear one, just as by knowing a pair of nail clippers made from iron, everything made of iron can be known. Поняв маникюрные ножнички, которые сделаны из металла, ты поймешь все, что сделано из металла. Because the sword, the bucket, all, these are just verbal distinctions, there is just iron there. Все металлические изделия, ведро, меч и так далее, все это металл. So this is the teaching. Вот это и есть учение. Then the swatiketu said to his father, oh, verily, it seems that my teacher did not know this, otherwise he would have told me. Shatiketu сказал, ну, очевидно, мой учитель не знает этого, иначе бы он мне это все рассказал сам. Папа, пожалуйста, ты поведай мне эти знания. He became humble and inquired from his father. Then the son присмирел и стал вежливо задавать вопросы отцу. So the meaning here is that all the objects of this world are the transformations of prakriti. И вот урок тут следующий, это история, то что все существующее в мире – это производные prakriti. But just as by seeing various cups, plates and objects made of clay, there is only clay there, but it is implied that there must be a potter. То есть, когда мы видим разные глинные изделия, мы понимаем, что это все сделано из глины, но возникает мысль, что есть где-то гончар, который это все слепил из глины. Just by seeing various ornaments made of gold. There is only gold there, but it is implied that there is a goldsmith. То есть, когда рассматриваем мы ювелирные изделия из золота, понимаем, что это золото, но также возникает мысль, что какой-то ювелир все это сделал. By seeing the iron nail clippers or swords or various objects, though there is only iron there, but it is, it can be understood, there must be a blacksmith who has made all the swords. И когда мы видим ножницы, ведро, меч, мы понимаем, что это все металл, что это железо, но возникает мысль, тут же, что существует кузнец, который это все сделал. Аналогическим образом, все в этом творении является производной прокрити. Ингредиентная причина. Но Творец, это Верховный Господь, кто изготовил все это. И это не так, что Он только изготовил их в некотором моменте в прошлом, но Он поддерживает их существование, существование этих форм в каждом моменте. Но нужно понимать, что Он не только сотворил это где-то в каком-то прошлом, далеком, и все, и оставил это, что Господь ежесекундно поддерживает это творение. Все это дает им возможность всему существовать. Все живые существа в этом мире находятся в состоянии заблуждения. Все находятся в состоянии полного заблуждения, лишь Шри Гуру, своими просветительными наставлениями. Может снять с глаз своих учеников вот эту пелену заблуждения, потому что долг каждой души – это разыскать Господа, но мы настолько потерялись, настолько заблудились, мы не знаем, где искать. То есть люди уже на всех планах заблуждения вообще не понимают, кто они, что они, что им следует делать, что не следует, они просто потеряны. Подобно ребенку, который смотрит кукольный театр. В кукольном театре, там сцена, там под сценой прячется кукольщик, у него на руках вот эти марионетки или там эти куклы, и он движет руками, и кажется, что эти куклы живут своей жизнью. А ребенок смотрит, и он прям обживается вот в эту драму, вот в этот спектакль. Но там лишь один действующий в этом спектакле. Вот и мы живем в таком театре, то есть это тут только энергия прокритии везде действует. То есть Господь в форме параматмы вошел в эти производные прокритии, все эти различные формы. Это как куклы в кукольном театре, но актер там один действующий, кукольщину. А Бада Джива, она смотрит, как ребенок, на вот этот спектакль и прямо затерялась в этом спектакле. То есть Джива, как ребенок, смотрит на это шоу, ей кажется, что это все как-то само по себе происходит, все разрозненно, у всех независимость воли есть. Но нам следует понимать, что у нас одни настоящие отношения есть, настоящие отношения у нас только с Кришной. Так было, всегда, есть и будет всегда отношения настоящие у нас только с Кришной. А ум все равно заполнен фантазиями у нас, это викалпы, там бесконечные какие-то грезы и фантазии. И вот это как паутина, эти фантазии заматывают, нас заматывают, вот в эти амбиции наши житейские, какие-то там желания. Вот мы видим там, вот есть у нас друзья близкие, а есть враги. Конкуренты, а есть какие-то у нас там грандиозные проекты, которых мы хотим там, ну, внедрить в жизнь и так далее. Бесконечные у нас привязанности и куча тоже отвращений разных там, вот. То есть мы в этой паутине и живем. То есть мы живем в паутине иллюзии, только когда приходит понимание, что все это проявление параматмы, то есть мы понимаем, что эти привязанности наши, что вот нравится и все не нравится, что все это испаряется тут же. То есть вот этот продукт дуальности, все беспокойства, волнения, они отступают, и сердце становится умиротворенным. И появляется трезвость и ясное сведение, Господь, это всегда был только Ты, и сейчас со мной только Ты. И Ты сам проявился в форме Гуру Парампара и моего Гуру Дева, чтобы вызволить меня из этой болезни, вот этой лихорадки, дуальности, в которой я существовал, этих иллюзий. И в этом польза для нас и актуальность вот этой катхи 11 главы Бхагавадгиты, Вишваруб, формы Кришны, понимания, что это приносит, вносит трезвость и ясность в наше понимание. А позже в этой главе станет ясно, что самая возвышенная форма Кришны, это его Нарават-форма. Превосходство формы. Но мы должны всегда понимать, что Верховный Господь, Он везде, Он все. И каждую секунду мы сдаем экзамен. То есть помним ли мы о Кришне или мы забываем легко о Нем? Будем готовы ли мы всегда служить Кришне или мы движемся своим, своей ханкарой, материальным эго? Иногда Кришна лично приходит, чтобы проверить своего преданного на силу его любви к Кришне. Однажды в царстве Ратнанагар правил царь, которому удалось провести семь ашвамедха ягья. И успешно проведя семь ягьи, он готовился к провождению восьмой ягьи, там неподалеку от реки Нармады. И сын этого царя, которого звали сына Сучитра, он взял на себя ответственность за охрану этой лошади. Царя самого его звали Майора Двач. Сучитра взял коня, вот этот конь, которого ашвамеда, коня, которого запускали туда собирать, дань со всех царей, чтобы те признали над собой превосходство Майора Двач, который хотел быть императором всего мира. So, when the prince Сучитра came to the city of Manipur, there he found the horse that was set out from the ягья of Yudhisthi Maharaj, and it was being protected by Arjuna and Krishna. И вот Сучитра, он был охранником этого коня, но когда его конь доскакал до Manipur, там Сучитра разыскал ашвамедха коня, которого выслали от имени Yudhisthira Maharaja, а этого коня сопровождал Arjuna вместе с Кришной. So, then a challenge was on, because the prince wanted to capture the horse of Yudhisthira Maharaja, and Arjuna and Krishna, they wanted to capture the horse of Mayura Двач. Возникла конфликтная ситуация. Принц Сучитра хотел захватить в плен коня Yudhisthira Maharaja, Arjuna с Кришной хотели захватить в плен коня, которого послал этот царь Майора Двач. So, a conflict, a fight broke out. И начался поединок между ними. And Krishna and Arjuna, they were being overpowered. И Сучитра, казалось, что Сучитра побеждает в этом поединке против Кришны и Arjuna. Arjuna said, my Gandiva bow cannot fight him, and your Sudarshan chakra also cannot fight. Arjuna вообще был в недоумении, он говорит, мой лук Гандива как-то бессилен против него, и твоя Sudarshan chakra бессильна против этого принца. See, Krishna said, yes, because he is actually, this king is a great devotee. And Grišna сказал, да, потому что этот царь, который послал коня, он великий преданный. So, Krishna can only be conquered by love. And Grišna покоряет только любовь. So, Сучитра fought very valiantly, and Arjuna and Krishna became unconscious, and Сучитра took the horse and took it back to his father. So, then, when Arjuna and Krishna came back to their senses and saw that the horse was gone, then they made a plan how to get it back. Krishna and Arjuna некоторое время лежали без сознания на поле битвы. Когда они пришли в себя, они увидели, что там ни Сучитры, ни коня, их уже нет, и они стали думать, гадать, как им вернуть этого коня. So, Krishna disguised himself as an older Brahmin, and Arjuna disguised himself as that Brahmin's son. So, there was a Brahmin and his son, it was Krishna and Arjuna, and they went to the palace of Mayuritvaj, because the kings are very faithfully disposed towards Brahminas. Чтобы вернуть коня, Krishna придумал хитрый план. Он переоделся в пожилого Брахмана, а Arjuna переоделся в сына этого Брахмана, так как они знали, что цари всегда благоволят Брахманам, и вместе они отправились во дворец Mayuritvaj. Mayuritvaj действительно был великим бхактой Кришны, но он не распознал своего Иштадева в этом Брахмане. Он подумал, что это Брахман с сыном пришел к нему. Но все же очень радушно царь поприветствовал этих Брахманов в своем дворце. He said, O Swami, O my master, you are my Atiti, uninvited guest. И он сказал, O господин, вы мой незваный гость, please bless me, благословите меня, пожалуйста. Но Кришна, который играл роль этого пожилого Брахмана, сказал, O царь, у нас мало времени. У нас серьезная проблема. Сейчас вот ваше гостеприимство, это хорошо, но у нас серьезные сейчас возникли проблемы, нам надо решить эти вопросы, утрясти, а потом уже можно все остальное. Царь сказал, господин, ну поведай мне скорее, какие трудности у тебя возникли, я готов собственной жизнью пожертвовать, чтобы вызволить тебя из этих трудностей. Брахман сказал, о, мне нравится твой ответ, царь. Мы прибыли сюда из города Дармы, Дарма Пури. Мы пришли сюда поговорить с твоим жрецом, чтобы он провел свадебный обряд для моего сына. Но, к сожалению, пока мы путешествовали в твое царство, один лев выбрался из джунглей и бросился на моего сына. Несмотря на то, что мой сын усердно молился Нерсимха-деву, все же лев продолжал держать его в своих когтях. Но когда сын молился, лев замер на месте. Он не стал есть его. И этот лев сказал моему сыну, я тебя оставлю в живых, отпущу сейчас, но при одном условии. Если кинь Майор-Эдвадж мне дает мне половину своего тела, тогда я оставлю этого сына жить. И сказал мне, что я отпущу твоего сына, если царь Майор-Эдвадж отдаст мне половину своего тела. Майор-Эдвадж, выслушав эту историю, так как он действительно благоволил браманам и любил их, он сказал, я готов пожертвовать половиной своего тела. У царя была очень целомудренная жена Кумудвати. Жена считается левой половиной тела мужа. Чарица, услышав этот разговор, она выбежала вперед, сказала, я половина тела моего супруга, царя Майор-Эдваджи, поэтому отдайте меня этому льву. Кришна сказал, к сожалению, этот вариант не сработает, потому что лев упомянул, что ему нужна правая половина туловища царя. Царь призвал тогда стражников, попросил у них пилу и поручил своей жене и сыну, чтобы они стали пилить его напополам. И когда уже сын и жена должны были начать распиливать тело майора-Эдваджи, вдруг у него потекли слезы. Но обычно слезы текут симметрично из обоих глаз, а у него текли слезы только из левого глаза. То есть я не готов принять такой подарок, который дается нерадостно. То есть достойный подарок – это когда дарит это с радостью, от всего сердца. И вообще, когда мы плачем, сопереживая другим, это признак сострадания, но когда мы плачем, жалея себя, это как-то недостойно. То есть тот, кто плачет о себе, он в заблуждении. Царь тогда обратился к Кришне, который выступал в роли Брахмана, он сказал, «О, достопочтенный, я не плачу из-за того, что я печалюсь о своей участи». Если бы я был расстроен своей участью, то слезы бы текли из обоих моих глаз. Ты неверно интерпретировал мои слезы. Слезы лются из левого глаза, потому что левая половина моего тела удручена тем, что вот правая посчастливилась послужить Брахманом, а левая чувствует себя никчемной, незадействованной. Гришна, услышав этот ответ, пришел в восторг. То есть царь сдал экзамен на отлично. И тогда Кришна уже явил свой истинный облик. И обнял сам царя и благословил его. И Рупа Госвами как раз описывает эту историю, прославляя вот эту храбрость, Дайвир, что это царь Дайвир, он действительно был полон сострадания. И был великим и героем. Мужественный, смелый человек и также великий преданный. Какие сокровища вы должны извлечь из этой катхи? Вы должны помнить, что истинные наши отношения, единственные настоящие отношения, это с Кришной. Что Кришна повсюду. Поэтому не втягивайтесь вот всю эту мирскую драму, все это временное. И не отвлекайтесь на это, и не удручайтесь этим. То есть помните, Кришна везде, и мы постоянно, Он постоянно проверяет, мы сдаем экзамены, поэтому старайтесь сдавать эти экзамены на отлично, чтобы радовать Кришну, и может в один прекрасный миг Он явит Себя вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok